Всем привет, дорогие зрители и читатели проекта Ты и Спорт! Сегодня у меня в гостях Константин Блухвиненок. Константин тренер более чем с 20-летним стажем по направлению физической культуры, спорт, силовые тренировки, подготовка спортсменов и не только. Константин помогает людям приобрести те желаемые формы, о которых они мечтают. Помогает также сохранить эти формы в течение всей жизни. Константин является экспертом в своей области, и мне будет сегодня особо приятно с ним побеседовать на тему формирования красивого и здорового тела. Константин, привет! Первый вопрос для тебя. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в спорт, как ты начал заниматься спортом и как ты пришел в тренерство? Культуризм. Я люблю это слово. Культуризм. Я не погибел много. Это спорт индивидуальный, не командный спорт, где каждый может выразить себя так, как он хочет, независимо от меня, не даже тренера своего, когда лично не может никому качественно. Вот. Вот поэтому, в общем-то, выбрала его. Ну и потом, у нас забыватель, когда я начал этим заниматься, это было самое, как сказать, не раз, не раз лет, а это самое начало, когда только появлялась какая-то первая информация. Это 86-й, 87-й, 88-й год. Но впоследствии в 90-м это стало как бы модно в 90-х годах, по начале, как бы, середину. Но, как бы, это увлечение до сих пор, как бы, я увлекаюсь, несмотря на то, что уже это не очень популярно. Сейчас больше, как бы, любят слово фитнес. Ну, это, культуризм, как бы, люди не, как-то сказать, не забыли, забыли, да. А слово очень, как бы, не слово, это понятие очень емкое и хорошее, потому что культуризм – это культура тела. И отличие, как бы, есть очень большой, культуризм – это культура тела, а бодиблиот – это строительство тела. Если, как бы, подумать, то, конечно, это абсолютно разные как понятия, хотя сейчас это все сравнялось. А занимаюсь этим, потому что, да, можно себя выразить, эти изменения, как бы, они, так сказать, очень наглядно видны. Да, хотелось быть сильнее, потому что я не был никогда крупным парнем, я не был никогда там очень спортсменом. Когда я в школе занимался дзюдо, ну, так, ничего особенно, как бы, вот, не достиг, но и хотел себя, как-то, проявить, как бы, выделиться, конечно, как бы, это каждое количество мужчин. Поэтому, так, а сейчас, и уже, как бы, многие годы, это уже, как, болезнь, потому что без этого уже никак. То есть я всегда в этой теме, даже когда, иногда, по каким-то причинам, как бы, я не занимаюсь. Занимается мой мозг. Вот. Я всегда общаюсь с людьми, которые тоже в этой теме, которые этим занимаются, да, и обмениваюсь, как бы, опытом, и даже если, ну, не тренируюсь, там, или болею, или еще что-то, ну, все, может быть, в жизни, да, все равно я всегда об этом думаю. Это хорошая, приятная, как бы, тема, как бы, чтобы не было у тебя в жизни плохого, всегда есть при сном, о чем подумать, это приятно. А тренерам не знает, наверное, все-таки, как-то, может быть, не очень, как бы, скромно, но это не только, как бы, спорт, вот именно человек-тренер, а это скорее, ну, какая-то психология, как бы, о чем я говорю всегда, поиск не, не только, как бы, методики, а поиск такого механизма, который может мотивировать человека на определенные, как бы, действия нужные для него. Ну, вот, в общем-то, и все. Ясно, здорово, спасибо. Константин, я знаю, что вот отличие своего подхода в том, что ты не просто тренируешь и рассказываешь людям о том, как нужно тренироваться, как нужно питаться, чтобы оставаться в хорошей форме. Ты достигаешь такого результата, при котором человек всю жизнь остается в такой же форме. Вот вопрос такой интересует многих людей. Как оставаться в той форме, которую приобрел в течение многих лет, в течение всей жизни? Ну, вот, как написано, да, на моем сайте, надо меняться внешне, меняться внутренне. Если ты не происходит, ты без изменений, то весь этот труд, он абсолютно как бы не к чему. То есть человек через некоторое время все равно становится тем, кидом-дом, если он не меняется внутри. Ну, это не совсем, вы говорили, я, ну... тренер для думающих людей. Не просто, которые пришли бездумно там заниматься, и вот он, ты ему говоришь, что он делает, он пошел, как бы и делает, хорошо или плохо, ну, как-то делайте, ладно. Нет, я стараюсь действительно не просто рассказать, а раскрыть идею. И почему так, а не иначе. То есть, ну, и так же, как бы, и с питанием, так же, и с тренировкой, и с любым другим, как у нас будет. Что надо немножко менять свои привычки, нарабатывать какие-то новые привычки. И, конечно, должно пройти время, потому что сразу, как бы, не получится никогда. Как правило, люди хотят за месяц, ну, лучше за неделю все это, да, освоить. И, ну, это расхожая фраза, говоришь, это образ жизни. Да, действительно, как бы, образ жизни. Потому что, да, надо менять, менять, менять свое, как бы, мировоззрение. Вообще, в принципе, надо менять, чтобы, как бы, выглядеть по-другому. И обратно. То есть, если будешь выглядеть по-другому, ты чувствуешь себя больше по-другому. То есть, это процесс, как бы, взаимообразный. Но, это, опять же, для тех, кто, как говорил о ночных энергиях, для тех, кто понимает. Для тех, кто хочет думать. Для тех, кто не просто пришел и скажет, скажите мне, что я буду вот это делать. А для тех, кто, для людей, которые словно к анализу. И которым действительно интересно, почему так, а не иначе. Ну, в общем-то, и все. Учиться. И учиться, да, это можно долго. Надо, опять же, я говорю, просто запустить такой механизм, чтобы человек уже сам, уже без меня, задумывался. И так же, не только приходя в зал, переступая. Потому что, беда любителя такая, он начинает думать о тренировках, только когда приходит уже в зал. Максимум в расстывалке. И он вообще не думает никогда. Я понимаю, что трудно, там, и семья работает, там, еще какие-то занятия и так далее. Да, но все равно все это через голову, все равно все через какую-то, как бы, идею. Вот, в общем-то, здесь нет никаких секретов. Когда, правда, говоришь иногда людям, что секретов нет, они уходят. Сразу становится неинтересно. Да, надо обязательно какую-то, как бы, тайну, да, на этом сейчас, да, греют руки очень многие, как мошенники. То есть, вот так взглянуть в интернет, там всем обещают скорейшее выздоровление, как я говорю. Вот, вот, да, да, но это, как бы, как бы, не... Потому что с организмом все по-честному. Как мы к нему, так к вам к нам. Вот, в общем, все. Понятно. Вот, смотри, после тренировки многие спортсмены, многие начинающие, в особенности спортсмены, чувствуют боль в мышцах после тренировки. Кому-то эта боль является, ну, приятной. Как мне, например, мне она нравится. Я знаю, что мое тело работает, когда у меня болят мышцы. Кто-то бежит избавляться от этой боли, скорее, всеми возможными способами. Вот, что происходит в наших мышцах, когда мы чувствуем боль после тренировки, и нужно ли обращать внимание большое вот на такую боль? Ну, это тоже не секрет. В первую очередь, конечно, надо разобраться, боль какого характера. То есть, это острая боль, оставляя действительно, вот, я думаю, он очень сильно болит, повышается температура, там еще какие-то могут быть симптомы, да. Конечно, да, это нехорошая боль. То есть, не то, что бороться, надо не допускать к нему ее. Есть другая, я понимаю, о чем ты говоришь, вот, от нее тоже, как сказать, надо избавляться. Ну, как он, вроде, не путем, там, врачей или каких-то лекарств. Хотя при сильных, как бы, конечно, ну, таких сильных, но еще положительных болят, да, сильных. Можно, там, принять таблетку аспирина или 2-2 или пару раз в день, ну, запить молоком для того, чтобы просто кровь, ну, лучше, как бы, обжижалась. Можно, там, принять, как бы, ванну. Ну, лучше, как бы, лекарство, это легкая тренировка на те же, как, группы мышц, которые у тебя болят. А что там происходит, это все знают. Про дух распада, да, на ночники смотрят, проще, как, они скопаются. Ну, это не секрет, опять же, как я говорю, секретов мало очень. Поэтому, и боль, боль, да, это показатель, да, показатель уровня тренировки и посттренировочные ощущения. И, как и на тренировке, они должны присутствовать обязательно, потому что ты, ну, без, без этого тренировка не имеется, ну, как, на окончании какого-то, то есть, она, ну, нет, как бы, финала, если организм не выходит из зоны комфорта, он не меняется. Опять же, все элементарно, никто не хочет почему-то слышать. Все делают, действуют в своем диапазоне. Но это тоже иногда неплохо, смотря, как бы, ну, каких людей мы берем, если люди возрастные, люди больные и так далее, там задача другая, как бы, не слабеть. Если прошло, там, год-два-пять, и он опять в такой же форме, и, ну, грубо говоря, там, да, делает тот же объем тренировочной работы с теми же весами за то же время и так далее, это уже хорошо, это уже победа. Потому что он не постоял. Если у него при этом сохраняется нормальный пульс, нормальное давление и так далее, это уже, как бы, хорошо. А боль, ну, да, это, ну, это хороший показатель. Вообще, это просто организм реагирует на стресс, это его некоторая, я думаю, защитная реакция, чтобы ты не продолжал только дальше, как и все. Вот и все. Спасибо большое. Константин, для многих мужчин и женщин вопрос жиросжигания на более актуальном, чем наращивание мускулатуры. Вот, какие тренировки помогают и способствуют этому у женщин, какие у мужчин? Ну, то есть, опять же, как все просто, конечно, просто сбрасывать жир, ну, худеть, когда, говорят, можно и вообще без тренировок. Можно, ну, это возможно, скажем так. Не можно, а возможно. На мой взгляд, это, ну, нельзя, но возможно. Уйдем, просто регулировать своего питания. Это все. Ну, и кардионагрузка, конечно, она, как бы, работает для всех. Потому что мы не только сжигаем, ну, калории во время кардионагрузки, а ускоряем обмен, и впоследствии наш организм больше перерабатывает, как бы, калории. И все. А праздницы, как бы, конечно, большой нет, все мои, как бы, ну, сынного теста. Здесь надо скорее учитывать индивидуальные особенности каждого человека, не то, что, ну, мужчин или женщин, а вот. И вот здесь и уровень, как бы, ну, общей подготовки, и здоровье обязательно, сопутствующие заболевания какие-то и так далее. То есть все это надо рассматривать, ну, нельзя так удивить, как бы, там, мужчин или женщин. А иногда, как бы, ну, женщины по многому, как бы, гораздо лучше у них все получается, чем у мужчин. Даже так? Да. Вот по технике упражнений, правда, не совсем по теме, да, но я скажу, по технике упражнений большинство, большинство, да, а девушка, как бы, женщина, смотрят технику гораздо лучше, чем у мужчин. Гораздо лучше. В среднем, да. Есть, конечно, отдельные из репляра, но вот в среднем, да, гораздо лучше. Гораздо лучше, потому что, чем-то женщины, они более внимательно, они, ну, не знаю, обращают внимание на какие-то детали. Как ни странно, я давно заметил, это еще в 90-х годах, когда даже там приходили, я еще сам был довольно молодой, да, и, как говорило, девочек, там, 16 или даже 17 молодых, как бы, и вот они очень хорошо выглядят. Ребята, их ровесники как-то не успевают. Конечно, они не такие сильные, да, но разговор не об этом. То есть, вот, просто переводишь, показываешь, что это упражнение один раз, и она делает прекрасно вообще, даже не прекрасно. Да, таких очень много. Интересное наблюдение. Вот, а вопрос, как бы, не то, что, как можно сказать, жиросжигание отдельное и наращивание мышц отдельное. Для обычных человек, в общем-то, это все должно как-то происходить вместе, потому что лучше всего, вот, кстати, да, к тому вопросу, который был недавно, лучше всего, лучше всего, как остаться, да, в форме длительное время и так далее. Как бы это страшно для кого-то ни звучало, надо наращивать мышцы. Многие, как бы, боятся, и особенно девушки, что вот у меня вырастут, такие руки говорят, а у тебя не вырастут. Все равно не вырастут, да, потому что, ну, соотношение, как бы, мужских, естественно, да, выбросами и женских гормонов, то есть у девушек, да, и у мужчин совершенно, как бы, разные, вот, абсолютно, как бы, разные понятия. А на мышцы, как мы знаем, за мышцы отвечают мужскую гормон, тестостерон. У женщин все, как бы, ну, и потому что они женщины, конечно, и гораздо меньше. Мужчины бедного бьются и только, как бы, качаться. Ну, а девушки просто, когда видят какой-то тонус, там, мышечный, ну, начинают понимать, что у них все-таки есть тело, да, есть какие-то мышцы, там увидят, что-то, да, она говорит, у меня вырастут. Я обычно говорю, берите сантиметр, измеряйте их, и покажите мне, что стало больше. Ну, еще никто ко мне не приходил с этим сантиметром и говорил, что босс-тренер стало больше, да, потому что, ну, реально не становится больше. Тонус, качество какое-то, да, конечно, как бы, да, посушим, ну, естественно, может, как бы, этих занятий. Так вот, надо наращивать мышцы. И мышцы – это двигатель, который будет требовать, как бы, калорий, который будет все равно все это пережигать. Поэтому, чем, как бы, больше их, тем лучше. Вот, и вообще, вообще, просто сбрасывать вес, ну, как сказать, на мой взгляд, это преступление, не тренируясь в зале. Потому что, почему, я объясню. Человек, в среднем весе, просто он будет сидеть на какой-то, да, программе питания, на хорошей, даже, сбешенной, которая ему подходит. Конечно, он, конечно, он будет худеть, будет сграшивать, но это будет такое, на мой взгляд, не здоровое. Потому что он терять будет ровно пополам, примерно, и мышечной массы, и жира, и воды. Ну, и не секрет, что многие, как бы, потом останавливаются или, в силу каких-то обстоятельств, возвращаются обратно. То есть, ну, человек сбросил, допустим, 5 килограмм, да, вот, девушка, да, не занимается в зале, села, ну, изменила, да, свое же питание. Вот, сбросила 5 килограмм. Потом она забыла про все это, не знаю, приклад, чем-то, но это набирает, 5 килограмм обратно. Вот теперь задайте, просто логично, да, вопрос, 5 килограмм она сбросила, не занимаясь в зале, не поддерживала свою, и так, очень маленькую мышечную массу. Потеряла она, например, пополам, я не буду спорить, кто-то скажет, может, не пополам, а может, там, 40 процентов, там, ну, не тайно, но много, все равно, это много, да, мышц. И вот те 5 килограмм, которые она обратно попала, неужели вы думаете, они в таком же соотношении и придут? Нет. Да? Откуда взяться мышцы? Нет. 5 килограмм пришли, уже жира и воды конкретно. Потом начинаем опять курить, опять возвращаемся, опять. В результате становимся на весы, видим, что у нас все хорошо. Смотрим на себя в зеркало и не понимаем, как же так. И говорят, я же там 5-10 лет назад, 2 года, ну, у каждого свое, вот в этом же весе и выглядел как-то хорошо. Почему? Вот так, да, вот, поэтому тут я вообще не люблю похудеть. Похудеть это для тех, у кого явно, явно, ну, большой переизбыток, ну, явно вот на глаз, как бы, да, действительно много килограмм, да, тем будет. В основном людям, как я называю, это композиция тела, то, с чего мы состоим, как эти килограммы выложены и так далее. Это каждый конкретно тучик, я говорю, надо смотреть. То есть это не мужчина, женщина, это человек. У него может быть, как бы, ну, может казаться избыток, а он будет смотреть из зеркала и будет хорошо, он не собирается. Может быть, недостаток массы или, там, ну, прямо по каким-то, ну, вот, канонам для него, для желательно, для окружающих, там, все должно быть хорошо. Но выглядит как-то это не непреклядно. Поэтому, если есть, ну, немного, как бы, ну, как бы, можно, например, там, 5-7 килограммов и так далее, нельзя заниматься просто вот именно сжиганием жира. Надо делать тело, делать фигуру. Вот. Менять композицию, потихонечку менять композицию. То есть там, это, это возможно. Ну, конечно, должна быть дисциплина. То есть потихонечку не потерять там, где нужно, не потерять. Вот. И убирать, ну, это процесс очень тонкий, как бы. То есть надо пробовать потихоньку, не просто там, человек, ну, изводить какими-то голодными там, билетами, ну, люди в обороги падают, так далее. Конечно, это не должно быть. Это должно быть. Но на выходе зато это очень красиво, как бы, хорошо. Вот просто еще, я сейчас скажу. Угу. Да, конечно. Приходит девушка, например, у меня были, к примеру, у нее большая грудь, внизу узенький танец, как бы, и там очень мало. Вот. А у нее лишних там 10-15 килограмм. Она просто, если она просто начинает ходить, либо она неправильно тренируется, неважно. Есть такие люди, они ходят в зал. Толк от этих занятости очень мало. Она сбрасывает, сбрасывает эти 10-15 килограмм. И что мы видим? Грудь, насколько она генетически у нее большая, она почти такая же осталась. Все, что было внизу, там, где было мало, исчезло. Меняются пропорции. И обратно их, посмотрите, очень уже трудно. Ясно. Вот надо в процессе, в процессе как раз и смотреть, потому что иногда ты хочешь сказать, лучше бы ты не будешь. Лучше, может быть, на мой взгляд, иметь даже немножко лишнего, чуть-чуть, но выглядеть по-другому, как бы, хорошо, чем высушить себя и избавиться от последних каких-то фрагментов, которые, как и тебе, дорогие, и тебе нравятся. Спасибо большое за рекомендации. А давай поговорим о питании. Как нужно питаться при тренировках, правильное питание при тренировках? Тренировки каких, надо понимать. Ну, вот, культуризм, культура тела. Здесь тоже, для каждого человека, здесь нет, как бы, общего, ну, рецепта. Все, опять же, надо пробовать. Насколько, как бы, какие продукты, кому подходят, в каком, как бы, количестве. Естественно, все эти нормы, там, границы, там, в культуризме, ну, то, что, как бы, культуризм принимает, да, и по 4-5 грамм белка, там, на килограмм веса. Я считаю, что это, ну, очень много, ну, здесь, ну, потому что роль питания иногда переоценивают. И, опять же, кому-то, ну, это идет, как говорится, в конях, в корпусе, ну, а кому-то нет. Кто-то питается очень много, ест, как бы, знаете, вроде правильно тренируется и делает все, что, как бы, натое, питает, в его дисциплине, на нем сходим, на чем-то, почему-то. Поэтому здесь, наоборот, как бы, ну, не надо увеличивать сразу, ну, калорийность, не надо потреблять много, ну, именно протеины, там, голеводы сложные. И так далее. Надо потихонечку просто есть сначала, да, в первую очередь, когда начинать есть те продукты, которые нужно есть, вот так, скажем, все. Вот, убирать вредные продукты. И убирать, там, и пирожные, пирожки, и прочее, это не только для того, чтобы не набирать жир, а для того, чтобы, ну, съесть больше хороших продуктов. Вот, нужных, нужных и полезных, действительно, для роста, для энергоиспечения организма, вот, и, ну, вообще для иммунитета, для, ну, для всего, что угодно. Потому что те, ну, они не зря называются пустые калории, потому что есть сладко и так далее. Потому что, да, они не только, как бы, не помогают, они еще убивают иммунитет, и, ну, вообще, довольно, как бы, я не буду вдаваться подробностей, все это знают. Да. Постоянно подгоняют по желудочному железу, улучшают сахар, она работает, постоянно заставляет ее работать в таком жестком режиме, в конце концов, там, все мы с нами, как, приводят им диабет. Да, да. Поэтому надо есть такие продукты, это для всех, неважно, там, спортсменов или нет, конечно, но и особенно для культуризма, потому что, все-таки, да, качество мышц тоже это очень важно. То есть, что уровень сахара в крови сильно не скатал, да, и было, как бы, да, более-менее, как бы, ровно в процессе. Все равно я, как я уже говорил, ничего на руку не расскажу, вот, нужен просто каждому конкретному человеку специалист, который ему поможет в этом. Сам, сам он не разберется никогда, как, сколько, ну, насколько много, да, ему надо есть. А перечень продуктов, ну, полезных и нужных, как бы, он всем известен, нет никакого успеха, это все равно. Угу, понятно, спасибо большое. Константин, расскажи, пожалуйста, как не превратить свои тренировки в рутину, как сделать их интересными, потому что, вот, многие ходят, ходят, им это надоедает, да, это уже становится неинтересным, рутиной, и они от этого отказываются. А это как, как все в жизни. Тут тоже, как бы, все просто, должно быть творчество. Не надо копировать, пытаться, как учиться схемой, как ребята, бывает, приходят, ну, молодой в зал, я смотрю, лежит у него, очень забавный был журнал, там на весь разворот фотография профессионала, я не буду уже там, не помню, кто это был. Я беру этот журнал, подвожу его в зеркал и ставлю его, ну, как ты считаешь, вы чем-то-нибудь отличаетесь, вот, ну, довольно, как бы, смешно. Люди просто, да, они, вот, о чем я и говорил в самом начале, они не хотят думать, они хотят, вот, вот, напиши мне, да, я буду вот это делать. В результате, конечно, как бы, через какое-то время все это надоело. Напиши еще раз, если нет у него внутреннего понимания, как бы я ему ни писал, даже каждую неделю, если он не будет сам об этом задумываться, и что-то, ну, думать все-таки, хотя бы не то, что даже искать, да, а приходить уже с каким-то новодящим вопросом. Тут все это, как бы, бесполезно. Ну, я не знаю, конечно, как понравится в этом, вот, я могу сказать, как мой тренер говорил про культуризм. Он, конечно, типа в шутку, но здесь, на самом деле, я это понимаю, вот, он говорил, культуризм это как секс. Вот, как не, чтобы в сексе не было рутины, как же культуризм абсолютно. То же самое, как и в любом деле, в любом. Здесь нет, как бы, никакого секрета. Опять же, если у человека мало информации, конечно, он не сможет, ну, проявить какое-то творчество, да, и равноправить. Он должен быть думающим, он должен из разных источников получать эту информацию, он должен что-то пробовать, но, в конце концов, ему, да, ему не должно ухотеться. Но, правда, здесь, пока до конца, есть люди, которые, как бы, они, наоборот, меняются каждый день. Вот это тоже очень плохо, потому что, не отработав в определенное, как бы, время, да, какую-то программу, не отработав какое-то движение, ну, вот, какое-то любое, да, вот, ну, предположим, там, тут дома, вот, путем творчества. Придумал, что вот какое-то, ну, даже не упражнение, а движение, вот это движение, да, оно мне надо. Оно мне поможет решить, ну, какую-то мою задачу, да, тренировать какую-то мою остающую-то группу или какого-то, ну, конкретного участника мышечной группы. Я, ну, грубо говоря, делаю на него старт. И мне надо его отработать, естественно. А иногда, еще по другой причине, не идет какое-то упражнение. Вот здесь все равно надо, конечно, понимать, не идет. И человек, ну, допустим, ученик какой-то, мне говорит, я не чувствую ничего. Мы делаем, он говорит, я не чувствую там мышечную группу. В зависимости от ситуации я его заставляю все равно это делать долго. И даже когда это для него рутина. Делает долго, долго, он может делать это несколько месяцев, и потом у него получается, и начинается отдача от этого упражнения. Но определить это, конечно, сам начинающий человек определенный может. Вот. Ну, в общем-то и все. Я также рекомендую всем зрителям и читателям тренироваться именно с профессиональным тренером, который сможет вас довести до нужного результата. Константин, и расскажи, пожалуйста, о твоих советах, о твоих рекомендациях нашим зрителям и читателям по тренировкам, по поддержанию себя в отличной физической форме. Опять же, здесь никаких секретов нет. Все знают, есть такое выражение. Дисциплина побеждает генетику. Отличное выражение. Да, да. Что, я не помню, кто это сказал. Да. Режим дисциплины побеждает даже многие болезни. Я думаю, что даже немногие, насколько хватает у человека мотивации. Важно, важно просто, важно все вот это, и режим питания, да, и свои изменения, ну, и тренировки вообще, если ты не занимался, вот как начать, не воспринимайте как... Вот, мне надо этим заниматься, мне так тяжело, я никогда, я не хочу, но я пойду, я сделаю это. Если так, то ничего не получится, никогда. Во-первых, понимание, во-вторых, какие-то моменты надо превратить в игру. И чем дальше, и тем, чем ты, ну, более все четко будешь делать, вот это повторение изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день повторяешь, не пройдет много времени абсолютно точно, начнешь меняться. И вот здесь уже, вот надо за это уцепиться, видишь, ты меняешься, значит, надо продолжать, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Чем дальше, тем больше. Все. И, конечно, не отчасти, потому что, как в любом деле, период подъема и спада, мне надо понимать, что этот спад, это нормально, потому что нельзя всегда взлетать. Никогда этого не получится, ни у кого не получалось, никогда не получится. Так устроен мир. Это не только культуризм, но во всем. Всегда какая-то, какой-то блатан, у которого какой-то, иногда даже шаг назад. Потому что я вообще, ну, тренировок, вот многие, как бы, молодые ребята, они, да, вот они хотят всегда идти вперед, и не понимают, что иногда надо отступить шаг назад, для того, чтобы сделать 2-3 шага вперед. Они боятся, они думают, что если немножко они там отдохнут от этого, да, что-то поменяют, они потеряют то, что уже наработали. На самом деле бояться не надо, потому что, в общем-то, терять особенно нечего, а вот приобрести можно. Все. Константин, это отличные рекомендации. Спасибо тебе большое за интервью. Я думаю, мы с тобой еще запишем пару интересных комплексов упражнений на различную группу мышц. И следите за нами. До новых встреч. Спасибо. Друзья, чтобы оставаться в форме, подписывайтесь на мой канал вот здесь. Я всегда рада вашим комментариям. Оставляйте ваши комментарии вот здесь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!